гору казбек можно наблюдать отсюда хорошо а вот еще раз скажите смотрите вот монумент это прям за монументом до гора но так друзья всем еще раз доброе утро началась наша экскурсия по горам осетии вот сейчас увидели гору казбек издалека да очень очень высокие горы еще один памятник посвященный войне у нас через дорогу это 7 братьям газдановых ушедшим на фронт ни один не вернулся самому младшему было 18 у меня в республику через цех и дальше все это самый город бал мы сегодня объезжаем практически на определение всего пути ведь с обратной стороны горы вы будете каньон каньон называется кадр гаванских переводе переправы леса 60 высота у основания 3-4 так ребят вот он каньон река фиагдон водится даже сказали форель такое бурное течение не знаю как там она водится вот наверно тяжело преодолевая все эти преграды и вот скала смотрите такое ущелье здорово красиво изображение снежного барса может быть вы видите но я не вижу честно вот там и вот здесь рассказано про него не может редкий вид но сейчас популяцию восстанавливают так ребят я не запоминаю название всех этих ущельей поэтому вы потом по википедии посмотрите и уточните информацию ну вот камаз такой еще советский здесь это колоритно и мы сейчас переходим через вот такой вот мостик река терек наверно терек не спрашивал я думаю да и такие вот высокие здесь горы смотрите вообще обалденно да так идем дальше вот еще классный вид на самом деле на самом деле По левую сторону раскиданы бойницы Раз, два, три Справа тоже еще одна Значит, средние века А это 14-15 век Ущелье было уже Свое прямое предназначение Как крепость оборонительного характера Она выкладывалась раствором, скрепнела А так, основная часть ее практически Но она не тронута Несколько веков подряд Вот, самое топовое место Здесь можно пофотать Оттуда и Скоры видны Виды хорошие По очереди Кому интересно, можно до Альфа Да, ребят, вот мы приехали Древняя крепость Оборонительное сооружение Видите, стена и здесь вот такие окошки Здесь скрывались бойцы Еще в средние века И через всю вот эту скалу Есть подземный ход Очень длинный По которому можно выйти на самую вершину Где и стояла крепость Там сейчас установлен Осетинский флаг Вот, много сражений Много легенд связанных с этим местом Вот сегодня И мы можем тоже Прикоснуться к истории Добывая породу Взорвав гору Со скалы Вываливались скелеты Больших рыб Тоже как К тому свидетельство На пригорке Можно встретить Склепы родовые Вот они Когда вот стоишь Возле таких Машин Сразу вспоминается Песня советская Не страшны тебе Ни дождь Ни слякоть Резкий поворот И дождь Соглом Чтобы не пришлось Любимой плакать Крепче за баранку Держусь Котер Так, ребят Ну все вот здесь Обратили внимание На вот эту достопримечательность Таксофон Причем еще рабочий Давайте позвоним в прошлое Алло 20 лет назад А какой это год? Подождите 2003 Ребят А как у вас там? Вы не знаете Что такое айфон? Вы не знаете? Вы не знаете Подождите Что такое Шоу На ТНТ Камеди Клаб Реально? Блин, да Конечно Много воды Утечет еще Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok А здесь вот смотрите, такие вот замечательные коровы Не могу тоже их не поприветствовать, потому что вчера в ресторане я вам показывал, что я ел вкусный осетинский суп с мясом с говядиной и осетинский пирог мясной И это было замечательно, потрясающе, и все благодаря вам, красавице Именно вы даете такую вкуснотищу и молоко в тесто, ну и потом уже мясо в пироги, в начинку Да, замечательно Вот так, Осетия Субтитры делал DimaTorzok Так, ребята, вот она, высокогорная река Хиагдон И чуть дальше мы проезжали, я вам показывал там пятиэтажки, одноименный поселок Хиагдон с населением около двух тысяч жителей И построен он был для шахтеров Но когда развалился Советский Союз, это уже никому было не нужно Поэтому сейчас там развивается туристическая инфраструктура А места здесь действительно туристические И вот, смотрите, терек Вот он Полный форель А, нет, не терек, Хиагдон, простите Я уже настолько привык к тереку во Владикавказе, что все мне кажется тереком Река Хиагдон, богатая форелью Красной рыбой, между прочим Нет, горбушей Надо уточнять Лежда Река Хиагдон Река Хиагдон Дело И так, ребята, вот я нахожусь рядом с источником минеральной воды. Вода минеральная, гидрокарбонатная, хлоридная, натриевая, лечебная столовая. А на бутылке у меня написано Дбао. Мы этот источник тоже проезжали. Дбао – это вот гора, которую мы первую посетили. И там тоже высокогорная вода. И вот я сейчас налил вот этой водички и буду пробовать и оздоровляться. Да, ребят, Фиагдон – потрясающее, очень красивое место. И монастырь тоже очень благословенный. Атмосфера здесь невероятно теплая. Вот, и не хочется уезжать, да. Красота. 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 Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 и она вся была чаша вот это запомнил если вы помните на фотографии эти дома ниже чем это потом она растаяла потом ее еще расчищали да ребят вот кармадонское ущелье и в голове укладывается ледник шел оттуда вот с горы и вот так вот вдоль русла реки 40 километров преодолел буквально за 5 минут где-то скорость увеличивалась где-то утихала вот масштаб 2002 год что группа могла укрыться в тоннеле тоннель был на тот момент действующий но протяженность тоннеля несколько сот метров тоже полностью был завален когда поисковики начали искать группу то масса достигала той высоте и сначала прокладывали дорогу к тоннеле пробуривали потом в тоннеле в тоннеле пробурив несколько метров поняли что это бесполезно бросили эту затею а чему предположительно здесь у нас тоннели идут к ряду несколько штук туда вниз и точно не было известно данном месте ниже или выше что-то средне обозначили здесь место в принципе небезопасно у нас до сих пор сыпятся камни ну тоннели строят там где лиловина сходит или там где камни по здесь камни падают там табличка тоже есть предупреждающего что камни падают наша задача подойти к этой стене буквально минута две и обратно да вот здесь ребят место памяти сергея подрова театра конного нарты которые в этом ущелье нашли последнее пристанище вот она придают река вдоль нее шел ледник такой порог для вас не отсюда вообще с порог вот здесь интересную вещь сказали ребят цвет реки цвет воды он такой зеленоватый почему потому что здесь порода камня диабаз из него отделом лувр но не прям не из этого не из этого астинского из другого но вот такой вот камень вот коричневатые такие камушки здесь вот 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok